Сейчас время слышать Слово Божие, Слово Божие, которое истинно, и которое освобождает, и которое истинно делает свободными нас. Аллилуйя! Я предоставляю слово нашему драгоценному брату во Христе Сергею Леонидовичу Попову. Он является епископом по Тамбовской области. Пожалуйста, брат Сергей. Слава Господу! Это все слава? Слава Богу! Замечательно. Знаете, друзья, сегодня то, что вы нашли в себе силу, это не наша заслуга и не ваша. Это Дух Господний дал силу принять решение быть на этом собрании. Слава Богу! Знаете, однажды я ехал с своей дочерью, она замужем, здесь живет в Воронеже, и она говорит, папа, когда мы росли, ты нам всегда что-то говорил и наставлял. И такое ощущение, что мы вообще не хотели слышать и ничего не слышали. Мы все слышали. И когда наступила взрослая жизнь, самостоятельная, семейная, говорит, как все, что ты говорил, сегодня помогает. Мы стали применять в жизни. Слава Богу! Сегодня здесь основная часть молодежи. Мне хотелось бы просто поделиться с вами простыми истинами за этот маленький отрезок времени. И вы знаете, может быть сейчас у кого-то просто вдвоуха пролетает, и казалось бы, ну, своя жизнь на своей волне. Но наступит время, когда то, что здесь говорится, оно для вас окажется единственным спасительным элементом вашей жизни, как нужно принять решение. И сегодня здесь Дух Господень настолько уникально трудится, чтобы сегодня научить нас, как во взрослой самостоятельной жизни удержаться и не утонуть. Вы знаете, это очень важно. И сегодня именно Дух Господень, Он сосредоточен для того, чтобы мы сегодня не получили поражения. Потому что сегодня столько много капканов, столько много всеразличных ситуаций в жизни расставлено, чтобы сегодня человек имел поражение в разуме, в духовной жизни, в душе своей. И когда Он в поражении, Он беспомощный, бессильный, Он теряет веру, и Он ничего не может доброго делать, как только огорчается на Бога, на себя иногда, и так далее, и тому подобное. И вы знаете, сегодня очень много преступлений совершается на земле из-за того, что человек не послушался Бога. И вы знаете, прежде я хотел рассказать маленькую историю, которая произошла в Белоруссии не так давно. Но приезжали друзья, рассказали. Очень неприятная история, сразу хочу сказать, но она произошла, к сожалению. Ехал туристический автобус с туристами, и голосовала женщина на обочине. Но они решили ее просто подвезти, вот из-за милости. И когда водитель остановился, говорит, давайте сделаем перерыв. И женщины пошли в лесополосу в одну сторону, мужчины в другую сторону, по нужде. И вдруг раздается такое непонятное вскрикивание, такое непонятное. И все туда побежали, прибегают, там на дереве повешен мальчик, подросток. Вот. И его успели снять. Он еще был жив. Вот. А эта женщина сидела уже в автобусе и ждали, когда все соберутся. И вдруг приводит этого мальчика в автобус. И он вдруг увидел свою маму, которая голосовала. Говорит, мама, ты же сказала, что не будет больно. От какого состояния разума она приняла такое решение, чтобы сделать такое преступление со своим сыном? Дорогие мои, сегодня мы прекрасно себя чувствуем, и мы не ожидаем, что в будущем мы можем совершать какие-то преступления. Но поймите, кто знает волю Божью, и сегодня в ней не утверждается, то дьявол может, обманувши тебя, сегодня сделать в твоей жизни очень много неразумных действий. Сегодня идет сильное поражение разума. Почему? Почему? Многие вещи в нашей жизни происходят неправильно только из-за того, что мы не поступаем правильно. Что толку, если я сегодня имею знания, но я их не применяю в практической жизни? И если сегодня, дорогие мои, мы будем проводить время неверно... Вчера брат Александр немножко говорил так, в юмористическом таком выражении, но я хочу сказать немножко более прямо. Сегодня многие молодые люди, приходя в церковь, приходят в церковь, они общаются, но не вступают в завет с Богом. Буквально три дня назад пастор один подошел, мы с ним беседовали, он говорит, у нас в церкви так много молодежи, но никто не хочет вступать в завет с Богом. Я говорю, почему? Они приходят в исповедовательство, зависли на порно-сайтах. И сами спрыгнуть не могут. И мы, говорит, не хотим оскверненно жить. Некоторое время назад на многих конференциях я говорил сводку, что 70% мужчин, 30% к удивлению женщин, что бы они там делали, сегодня находятся в зависимости от порно-сайтов. Из-за этого духовное состояние церквей падает к нулю. Скажите, это разве нас сегодня никак не касается? Неужели сегодня так без страха Божьего хочется начать семейную жизнь и думать, что она будет благословенной, благополучной? Сегодня последние сводки, не помню, с кем я недавно говорил, вчера или позавчера, говорю, да вот последние сведения, 80% разводов сегодня. Говорит, нет, ты уже устарел, у тебя информация. Сколько браков, столько разводов. Последние данные Российской Федерации. На Украине, может, по-другому, не знаю. Дорогие мои, что происходит? Я прекрасно понимаю, что я говорю неприятные вещи, я говорю просто наставления, но я говорю это с любовью. Христос нас любит? Один аминь. Да мы понимаем, что Он нас любит, а как мы себя ведем, имея Его любовь? Я думаю, что сегодня есть о чем подумать, потому что больше 10 лет назад Давид Вилькерсон говорил на конференции в Москве, более постарше, может быть, кто-то и был, когда он еще был жив, этот человек, через которого меня Бог утвердил, служить народу Божьему. И вы знаете, Он сказал, если у вас даже самый сильный брак, если у вас самая прекрасная семья, и если вы не будете жить праведно по слову истины Божьей, дьявол разрушит ваш брак. Это были Его слова. И я сегодня смотрю, сколько браков находится под вопросом, а сколько браков не могут даже и начинания иметь. Вопрос, почему, дорогие мои? Дело все в том, если сегодня в нашей жизни наша духовная часть привязана к какому-то объекту на земле неправильному, то все драгоценное, духовное, оно там будет оставаться. Есть правда человеческая, есть истина Христа. Вы знаете, сегодня наблюдаешь такую картину, что у мужа своя правда, у жены своя правда, а у тещи это особый объект. Тещи, не обижайтесь, пожалуйста. Это правда в квадрате. Самая большая правда это у тещи. Все советы склеваются туда. Вам смешно, но я хочу сказать, я счастливый человек. Дело в том, что у меня уже нет тещи, и в прошлый год мы похоронили ее. Но не в этом счастье. Не в этом счастье. А счастье я хочу сказать, я благодарен Богу, я с ней ни разу не поругался. Скажите, это счастье или нет? Дорогие мои, дай Бог, чтобы сегодня было так в вашей жизни. Это был драгоценный человек, который приходил за советом, который любил побеседовать, и она никогда не вмешивалась в мою жизнь, потому что она видела там достаточно Божьей милости и присутствия. Братья, дорогие, молодежь, живите так, чтобы сегодня Божье присутствие пришло в вашу будущую жизнь или в реальную настоящую, которую вы сегодня имеете. И не допускайте туда вещей, которые будут поражать драгоценные чувства любви, которые должны жить в вашем доме, в вашей семье. А дети, это как в театре наблюдатели или присутствующие, которые смотрят, как себя ведут взрослые. Я хотел бы такой маленький пример вспомнить. Один мужчина, муж, приходит к пастору исповедоваться, и, вы знаете, он стал говорить о своей жене. Вы знаете, в своем молодом возрасте люди настолько красиво могут просто уникально рисовать картины в современности. Вы знаете, когда он исповедовался и рассказывал, какая у него жена, вы знаете, такое ощущение складывается, что это такая огромная ящерица с длинным хвостом. Такая мерзкая-мерзкая. Руки у нее вместо рук это такие огромные щупальцы, длинные. А вместо рта у нее огромная присоска. Вы знаете, брат так расписывал, какая у него ужасная жена. И вдруг, после того, что он это делал, входит его жена к служителю, молодая, симпатичная, очень красивая женщина с нежным таким расположением и голосом. И пастор посмотрел, и говорит, все, что ты говорил, со своего умозаключения вообще не сходится. У него была своя правда, отравленная, неправильной жизнью поведение, и человеческая правда, просто не советуясь с истиной Божьей, начинает картины рисовать неправдоподобные. И так же это бывает наоборот. И даже здесь есть семьи, которые сегодня уже находятся под знаком вопроса, как дальше соединить свои отношения. Я хочу сказать, если вы не знаете истину, без истины, поступая по человеческой правде, вы будете правильны и праведны в своих глазах, но это не будет истины Божьей. Вы знаете, я для этого хочу просто вспомнить нападник, потому что очень мало времени. Вы прекрасно знаете историю, в 8 главе Атанна описывается от начала, когда ко Христу привели женщину, взятую при любодеянии. И сзади такой караван шел праведников с камнями в руках. И они по закону имели полное право произвести действия, лишить жизни эту несчастную грешницу. Скажите, они имели право по закону это сделать? Да, они, знаете, даже так интересно, Христос сидит, вообще на них внимание обращает, они стоят рядом, распинаются, говорят, ты знаешь, что в законе Моисеева нам разрешено ее побить камнями. А он вообще, они стали домогаться, зато он, знаете, так очнувшись, как будто бы он вообще не в реальности был. Вот, что вы хотите? А вот, знаешь, вот, ее надо побить камнями. Он, нет проблем. У кого сегодня нет греха, бросайте камни. Представляете реакцию? И, знаете, он опять голову опустил, и не обращая внимания, опять что-то делом своим занялся. Представляете, работа пошла. Заметьте, праведники по праву, законному праву, готовы были совершить свое дело. Христос сказал только лишь одно. Он сказал истину. Братья и сестры, постарайтесь сердцем услышать сейчас, что правда, она в уме живет, а истина должна в сердце жить. И всю свою человеческую праведность надо проверять в истине Иисуса Христа. Сходится ли твоя правда с истиной Божьей? Тогда принимай решение. Аминь! Аминь! Дорогие мои, запишите на самом главном месте. Сегодня за правду, праведники, многие очень борцы большие за правду, сегодня сделали столько зла. Давайте вспомним историю Павла. Знаете, он был законный человек, он получил образование, по ревности был гонитель церкви Божьей. Законный был человек, узаконенный. И знаете, что написано? Непорочный. Представляете, у него была своя правда. Он брал письма, шел по городам и делал дело. В глазах ему это было правильно. Как встретился с истиной. Говорит, и, третья голова, филипийцам, все почитаю за ссор, ради превосходства познания Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Вы знаете, сегодня вы находитесь здесь, и вы в своей правде имеете право на свою правду. Но у многих она ни к чему доброму не приведет. Вы часто ругаетесь своей семье, у кого есть семья, имея свое умозаключение. Но в каком состоянии это умозаключение? Задайте себе вопрос. Вы в свободе пред Христом? Вы в свободе, может быть, в своем умозаключении? Но что вы будете делать в этот момент? Дорогие мои, это очень серьезный вопрос. Дело все в том, правда человека часто приносит боль. Вдумайтесь. Ты правду сказал, ты рубанул со всего размаха, ты сказал в точку. Но принесло это в любви исцеление человеку. Может быть, ты сегодня каждый день находишь в своей жене или в муже, или в детях что-то несовершенное, и ты по правде в виде это несовершенствует, ты туда кидаешь камни, безо всякого сожаления, усугубляя положение к разводу или к разрушению. Правда, человека также приносит разрушение, а истинно Христа соединяет и спасает браки. Аллилуйя Иисусу. Только Иисус. Когда Пилат задал вопрос Иисусу, ну что есть истина? Истина смотрела ему в глаза, и он ничего не смог понять. Сегодня ты можешь приходить в собрание, ты будешь слышать слова драгоценнейшие для спасения изменения твоего поведения на земле. Но если ты не опознаешь истину, ты не будешь свободен. Ты будешь жить по умозаключению человеческой правды. Ты будешь смотреть на Писание и себя защищать и оправдывать и реабилитировать свои негодные дела посредством правды и понимания каких-то в жизни вещей. Я видел часто людей, которые приходили и красиво себя оправдывали, даже находясь в блуде, и находили места Писания, чтобы оправдать себя. Но глядя на их жизнь, просто становилось жалко на них смотреть, но они праведники в своих глазах и эгоисту практически нельзя доказать, что он эгоист. Правда же ведь? И это тоже правда, но в этой правде нет истины. Только печаль и разрушение. Дорогие мои, без Иисуса Христа мы не поймем истину. Нам нужен Иисус. Аминь. Нам нужен Иисус. И Он сейчас здесь. С нежностью, любовью и заботой проникает в разум. Ибо Слово Божие живо и действенно. И оно острее обоюдоострого меча. И мы здесь слышали несколько дней назад, что оно проникает. Вы слышите? Вы чувствуете? Вы понимаете, как сейчас истина Божия хочет проникнувший обнаружить твою правду, что она как запачканная одежда. Вы знаете, как запачканная одежда? Я шел по траве и пыльца села на брюки. Я так вот смахнул. Все. Чисто. Вот запачканная одежда это ничего. Это пыль. Это ничего не нужно. И поэтому сегодня часто человек чувствует, что он прав. Сегодня из-за этой правды сколько людей получили поражение в жизни. Проверяйте свою правду, братья и сестры. Через истину Иисуса Христа. Она тебя любит. Сегодня заботится. Сегодня тебя учит, чтобы ты во взрослой жизни не потерялся. Потому что в руках Иисуса приятно жить. Аллилуйя Иисуса. Дорогие мои, я еще раз хочу сказать, что наша правда, она живет в нашем уме. А истина должна жить в сердце. И я просто вспоминаю последнее. Мы будем говорить немножко о других вещах еще. Петр интересный был человек. И он не был таким, знаете, ходил там, когда я ему что-нибудь скажу, он поедет сделать. Нет, он давал команды, чтобы другие что-то делали. И однажды он встречается со Христом на вечере, 13 глава от Иоанна. И Христос берет тазик, наливает воду, берет полотенце, подходит к нему, говорит, давай, говорит, я тебе ноги помою. Представляете, а по истории того времени, кроме рабов, никто и не имел права умывать ноги люди. И представляете, реакцию неадекватную Петра, который говорит, не умоешь ног моих вовек. Он имел право сказать так. Потому что он понимал, что человеческие обычаи и устройства, и традиция говорит об одном. Христос пришел в смирении и говорит о другом. То есть полная противоположность мышления. И он заявляет, не умоешь ног моих никогда вовек. Что Христос стал с ним воевать, доказывать ему, что он не прав. Сегодня очень много таких людей среди нас, которые имеют свое умозаключение на человеческом уровне. И истина Божия не работает в жизни, к сожалению. Слушайте, вы хоть дышите, я что-то даже не слышу вообще движения. Я что-то не то говорю? О, прям приятно стало. Братья, спасибо. Я думал, что я сам с собой разговариваю. И представляете, вот эту картину серьезнейшую. Такое заявление от Петра. Христос не стал воевать. Проблемы нет. Не хочешь, счастья со мной не иметь, не будешь. Представляете, цифровая система стала в голове прокручиваться мгновенно. Если дело так обстоит, давай мне голову мой и всего давай мой. Смотрите, уникальность истины. Просто и конкретно. Следующий момент. Еще на эту тему, и мы перейдем дальше. Я самого большого боюсь, когда вот сюда человек подойдет. Но он должен будет подойти. Потом скажу, зачем. Вы знаете, Петр интересный был тоже человек в своем поведении. И случилось так, что когда они общались со Христом, он бил себя в грудь и говорит, Господи, я готов на все и даже умереть. Он так посмотрел, он понимал, что это мирской такой, знаете, эгоизм, такой пышный, такой гордый, такой надменный. Но человек вот с пылу, гневом, что хочешь натворить? Но он же в человечестве в правде-то умеет и правильно говорит. Но он не знает, как это на самом деле происходит в экстремальных условиях. Скажите, в экстремальных условиях все были уже в жизни? Да. Это вы думаете. Но вы поймите, что в экстремальных условиях истина помогает. Аминь? Смотрите, какая ситуация. Наступает момент, запел петух, и он вспоминает, как он там доказывал свою человеческую правду. И она пришла, рухнула в ноль. И самое интересное, он плакал и рыдал. Он оплакивать стал того человека, который без истины пытался в истине утвердиться. Без истины Иисуса пытался в этой истины утвердиться и пролетает в ноль. И представляете, он вспоминает проповедь накануне, когда он говорил, кто-то ищется от меня, Христос говорит. И кто не будет исповедовать, о том я тоже не буду говорить перед отцом. И это усугубило еще в худшее положение его разум и душу. И представляете себе эту картину, что он понимает, что больше со Христом ничего общего быть не может. Это правда? Не, на самом деле, как он мыслил в этой горечи. Он же слышал, что Христос так учил. И он понимал, что его отношения прерваны. И вдруг Христос встречает его, говорит, иди сюда. Петр, вот теперь такой ты мне нужен, когда все твое сгорело, твое мирское негодное поражено, и ты оплакивал, и я это видел, теперь ты твердый, как камень, и до всем камня создан цел, как и врода ада не одолеют. Аллилуйя! На каком основании сегодня ты пытаешься в экстремальных условиях выйти из этой ситуации? Дорогие мои, я хочу еще несколько простых истин сказать, которые, может быть, в жизни пригодятся, даже, может быть, не библейские, простых человеческих, в которых мы живем. Дело все в том, что благословение приходит даже через уста наши. Одни люди благословляют, потому что написано, благословляйте, ибо к тому вы признаны, чтобы наследовать благословение. И если я тебе смотрю, многие среди молодежи такую разговорную речь имеют, я говорю, Господи, какое благословение? Нормальной речи-то нет. Вы помните, на зимной конференции я вам говорил одну такую загадку. Кто-нибудь помнит? Да. Ну, полтора человека помнят. Смотрите, интересный разговор молодежи. Две кнопки решили прикололваться. Одна прикололась, вторая обломалась. Что это такое? Никто ответит не мог. Это две молодые девочки решили поприкалываться над мальчиком. У одной получилось, у второй нет. Разговор современной молодежи. Я порой смотрю на своих детей и думаю, Господи, ну где этот репертуар? Они услышали. В доме мы так не разговариваем. Чтобы понять сегодня такие вещи, нужно время. У нас времени нет. Прошу, наблюдайте за чистотой отношений, взаимоотношений. Я понимаю, что дьявол приносит сегодня такие информационные события, чтобы родители не понимали, когда они на своем языке разговаривают. В уголовном мире проще понять, нежели порой молодежь, как сегодня общается. Извините, но это тоже есть человеческая правда. И если вы сегодня разговариваете на непонятных вещах, то о чем будут дети ваши разговаривать, мне интересно. И как они будут понимать друг друга. Боюсь, сложно разобраться потом, чтобы истину Божию тоже разобрать. Хорошо. Я хочу вместе с вами прочитать один стих 12 главы книги притчи. Дело в том, что прежде чем я прочитаю, я хочу сказать, о чем ты мыслишь, о том ты говоришь и так поступаешь. Это тоже пригодится для размышления. О чем ты мыслишь, как ты мыслишь, ты о том будешь говорить своими устами и делать своими руками. Посмотрите, что здесь написано. От плода у своих человек насыщается добром и воздаяние человеку по делам рук его. Интересно? От плода у своих человек насыщается добром. Я безошибочно задам вопрос и получу положительный ответ. Люди хотят иметь благословение, они ждут его? Мы за этим приехали сюда. Слава Богу. Люди также ждут, когда придет счастье. Внимательно смотрите на этот стих. Скажите, а счастье далеко оно или рядом? Я понимаю, пропорционный вопрос. Но подумайте, счастье далеко или рядом? Оно с нами, оно внутри нас. Ибо Дух Господний истину занес в храм твой. Но дашь ли ты возможности там обитать в божественной истине? Или ты будешь осквернять его и Дух Святой оттуда убежит? Библия говорит, что даже от неправильного размышления, умствования удаляется Дух Святой. А что там говорит, если мыслим неправильно, а если что-то делаем, рук наших разобрать? И Дух Святой сегодня много раз об этом говорил. Что мы сразу начинаем включать свою цифровую память и как на картине вся наша жизнь без церкви, вне церкви, вне родительских глаз, если посмотреть честно, через истину, что сегодня не просто надо так подумать идти или на покаяние или нет, надо упасть. Об этом немножко позже. Дорогие мои, чтобы сегодня купить хорошую машину или дом, нужны деньги. Большие деньги. Чтобы получить благословение, его получить можно бесплатно сегодня и сейчас. Аллилуйя. Не надо денег. не надо бояться, что оно сегодня может быть в твоей жизни реальностью, достоянием. За это Иисуса платим. Хочу сказать, что благословение приходит через уста наши. Это особый источник. Наши уста это источник прохода Божьих благословений. О чем мы говорим? Что мы исповедуем? Мы можем осквернить свою жизнь устами, а можем благословлять людей, Господа, друг друга. И вот несколько уроков я хотел бы немножко преподать сейчас, в это маленькое время. Может быть, кому-то это пригодится. Дорогие мои, если мы хотим сегодня иметь благословение и чаще его получать, давайте научимся разговаривать. не по молодежной системе, по библейской, по нормальному человеческому нормативу. Сегодня многие умеют разговаривать. Я так счастлив и благодарен Богу за чистое сердце и уста, что с ними приятно говорить, а некоторых не понимаю. Скажите, пожалуйста, слово спасибо какую информацию несут? Слова благодарности какую информацию несут? Теплую или холодную? Скажите, сколько раз в день вы благодарите людей за внимание, которое к вам проявили и Господа? Я понимаю, что внезапный вопрос трудно ответить, потому что порой смотришь на поведение некоторых, они даже не замечают той доброты от Бога и от людей, тот вклад. Скажите, пожалуйста, вот эту палатку поставить, это просто по умовению волшебной палочки произошло, чтобы организовать все то, что здесь организовано. Это что, Андрей Фаревич просто слово такое знает загадочное? Фух, помолился, и оно встало, все развернулось, как в сказке. А сколько безумного поведения и недоразумения, и это все надо пережить и снизойти, и уговаривать, и упрашивать, пожалуйста, давайте, чтобы было все прилично, и так далее, и тому подобное. Скажите, кто сегодня поблагодарил Бога искренне за то, что здесь совершается? И не только здесь, вообще в нашей жизни, в нашем доме, в нашей семье, какие у нас отношения между братьями и сестрами? В церкви! Пусть сегодня слава Господне не отойдет от пенсийской церкви, от саранской церкви. Я имею право на это говорить. Приезжаешь туда, как они с любовью служат? Я не говорю, что другие этого не делают. Они у нас гости, мы имеем право их благословлять. К ним приедем, будем слушать, что они о нас скажут. Но я истину говорю. Я не человеческое возмуключение делаю, чтобы вас там как-то, знаете, просто там купить чем-то. Нет? Я говорю то, что я переживал. Но берегите это, чтобы дьявола не обыкрал. К сожалению, у нас так не могут делать. Потому что у нас другой уровень жизни, другой менталитет и другое состояние разума и сердца. Но Бог пытается и нас научить чему-то. Слава Богу! Дорогие мои, приятно слышать слова благодарности. Правда же? Давайте мы посмотрим такую фразу. Часто ли мы к ней обращались? Подходишь и говоришь человеку, как ты приятно и хорошо выглядишь. Скажите, это нормально сказать или неподходящие вещи? Так нормально ли? Нормально. Конечно. Я с ее женщиной часто говорю. Вот, знаете, может быть, это просто Божий подарок и ее нет, я могу похвалиться. Вот. Она растит 11 детей, но выглядит, я ей часто говорю об этом, что как ты приятно выглядишь. Вы знаете, это очень важно. Вы знаете, другие, может, я смотрю и говорю, когда ты будешь выглядеть, я не знаю, какой там женский этот самый, размер, как его там называют? 90-60-90? Не знаю. и вот некоторые говорят, вот пока ты в этот размер не влезешь, я тебе ни одного слова доброго не скажу. Вы знаете, она в другой размер пойдет. И она никогда не будет ображать тебя. Знаете, что драгоценно в отношениях нужно научиться, в семейной жизни? Жаль, что нет времени. Я бы немножко поговорил на эти темы. Женщина должна восприниматься, не как она выглядит, а как она себя посвящает для своей семьи. Как она выражает себя. Оцените, что она терпит тебя, что она снисходит тебя, что она сегодня детей, которых вы родили, когда тебя нет дома, благословляет и мужа, который сегодня на служении. Я сегодня здесь нахожусь, мне совершенно не стыдно об этом говорить, потому что всякий раз, когда я куда-либо еду, я так себе приятно чувствую, что она меня благословляет. Она говорит, во сколько ты будешь проповедовать, я за тебя буду молиться. Что ей больше делать нечего, а? Она просится и будет это делать. И это слава Господне. У меня огромное желание всегда вернуться в дом свой при первой же возможности. И я это делаю. Слава Богу. И здесь есть наши братья и сестры. Я говорю это искренне пред Богом. И не из-за того, что я такой. Это истина Иисуса такая. И когда ты ее пододвигаешь поближе, когда ты ее применяешь в жизни, когда ты не говоришь о ней, как о существующем где-то, а то, что она в доме твоем, что она в разуме твоем, что она в духе твоем, что она сегодня в детях твоих, которые вместе с тобой собрали. Аллилуйя Иисусу. И просто хочется сказать, Господи, благодаря Твоей истине, папы, у кого есть дети, мамы, у кого есть дети, не пытайтесь им навязывать свою правду. Не пытайтесь им говорить хорошее наручение, философию. Они смотрят не на то, что ты говоришь, а как ты поступаешь. Один человек посмотрел на детей, они играются и говорит, что вы такие хмурые. А дети отвечают, мы во взрослых играемся. Семьи бываете, семейные, такие хмурые, что-то не так? Жена сказала. И муж ответил. Вы по правде своей погоду держите годами, а истина туда и двери ни разу не открыла. Если сегодня вы это слышите, мы помолимся, чтобы милость Божия явилась, чтобы правда человеческая рухнула, а истина вошла. И вы будете счастливы увидеть друг друга, как подарок от Господа. Разве Бог ошибся, если бы дал ту жену или мужа, или тех детей. Дело все в том, что братья и сестры, эти слова дают жизненную силу людям. Как ты выглядишь, как приятно. Вы знаете, мы с Борисом Николаевичем когда куда-нибудь едем, он же не приехал. Где-нибудь обед угощает, и вы знаете, я смотрю на его сердце. Он поел и говорит, сестричка, как приятно, приготовлено и вкусно. Вот мы даже никто не додумаемся. А он обязательно это скажет, подметит, подчеркнет, и знаете, вот просто искренне и без всяких вот таких наворотов. И смотрю на хозяйку, где мы бываем. Зацвела. Ну правда для хозяйки приятно, когда увидят. А то муж иногда приходит, у него настроения нету, все вкусно, а у него внутри его правда человеческая. Он поел и говорит, у тебя поет вкуснее. О, благословил, да? Жена и ждет хоть чуть-чуть, капельку какую-нибудь. Что, брат, я тебя и не заметил. Пора начинать заканчивать? А, ты уже устал ходить, а я не вижу. Сходите с немощем нашим. Ну еще немножко. А вы когда-нибудь говорили или слышали такие слова? Ты самый лучший. Три-четыре человека. Слава Богу. Вы знаете, совсем недавно, не знаю, какой-то момент, жена подходит и говорит, ты у меня самый лучший. Я замер. Я не часто слышу такие вещи. Но я оценил, как сильно влияет. Аж от земли отрываешься. Смешно. А если вы это услышите, это на самом деле очень приятно. А вы думаете, легко ли это говорить? Нет. Если у тебя широкое, объемное сердце, оно свободное, у тебя есть, что сказать искренне и честно. Когда ты лжешь, оправдываешь свои недоразумения и пытаешься наговорить много всякой ерунды, жена прекрасно понимает, что ты просто пытаешься реабилитировать в своих глазах, потому что не вовремя явился или там еще что-то. Дело в том, что хваление придает безграничную силу. Братья и сестры, хваление лучше всякого витамина. Работает, заряжает день, поднимает хороший тонус. Ты хочешь жить и благодарить Бога, и то, кто рядом с тобой. Вы знаете, я еще так наблюдал такую интересную картину, когда у человека есть свое мнение, и все остальные мнения это не мнение. Вот как я говорю, так должно и быть. Есть одно мнение, мое, остальных не существует. И сегодня, к сожалению, много таких людей. Пытаешься с ним заговорить, только хочешь слово сказать, рот открыть. Он говорит, я все знаю, вот смотри, слушай, вот так должно быть. Вы знаете, это поразительно, но это негодно. А неужели другой человек не имеет права на мнение? Каждый человек имеет право на любое мнение, даже на свое умозаключение, свои правды человеческие. Но истина одна на всех. То, что я вам говорил, постарайтесь сейчас понять очень важную вещь. Дорогие мои, есть такое слово, я виноват. Что киваем головой? Да что виноват, это мы знаем. Но признавать, что я виноват, мы практически не умеем. Мужественный человек легко признает свое вину. И никогда не оправдывает себя. Вы знаете, когда царь Давид совершил преступление, забрал у Урии жену его, а его на передовую заслал, чтобы его убили, он в своей правде начал оправдывать свои дела так, что стал убивать людей ради достижения цели. Разве он был не прав в своих намерениях? И он думал, что во дворе царством об этом никто не знает, что жена Урии ушла от него, и через некоторое время она стала беременна. И он свои греховные вещи закрывал так, что пришел пророк Нафан и говорит, все, что в Библии написано в 11 главе Первого Царства, по-моему, там сказано, и все, что сделал Давид, было зло в очах Господних. Любимый у Бога человек наворочен, попав в обольщение, в такие проблемы залез. И когда пророк Нафан пришел ему и сказал, что это мерзость сделал, Давид Бог же не смог срывать вину. И когда он его стал обличать, он покаялся, признал свое преступление. И Нафан говорит, за то, что ты сделал, Бог простил тебя и ее оставляет при жизни. Слава Богу. В каких случаях мы остаемся в добром состоянии, когда мы можем исповедовать свое вину? Он исповедовался на весь мир. Кто сегодня имеет претензии к Давиду? Никто. Можешь ли ты сегодня быть сильным человеком, признавать свою вину? Вы знаете, сила была этого человека не в том, что он Голиафа поразил, хотя это было очень круто, извините за эту фразу, на то время, когда перед всеми войсками все боялись и тряслись выйти из окопов, он пришел и сделал то дело рукой Господней. И представляете, какая слава, что там Саул потух в этой славе? дошло чудо. Дорогие мои, оказалось, что подвиг его был серьезным, это признание своей вины, а не победа над Голиафом. Скажите, это серьезно или нет? признать грешником себя, это серьезно. Дорогие мои, мы сейчас будем благодарить Бога. Дело все в том, что давайте чаще говорить слова благодарности, давайте чаще подчеркивать слова благословения, что ты лучше, что ты прекрасно выглядишь, что сегодня твое мнение, оно драгоценно для меня. Тогда будет приходить Божье благословение, как здесь сказано, от плода у своих человек насыщается добро. Что сеешь, то и вырастает. Что ты сегодня говоришь, то ты и услышишь в своей жизни. Помолимся. Дорогой Иисус, я буду